Пам-пам-пам. Вот такая у меня база рака, сделанная за 2 секунды, но не акцентируем на этом внимание. Деревня строителя тоже не блещет, так как нет времени, чтобы ее прокачивать, еще и основная база полный треш, не повторяйте мои ошибки и не бейте себя по голове тяжелыми предметами, иначе тоже начните снимать клешевый клен, или заведете двух эчимов. Вот это создание, которое забралось на 11-ю ратушу и думает, что это непобедимая статегия решить и лететь вперед, но я намерен его, так сказать, наказать с 9-й ратуши. По расстановке все плохо, прокачка полный треш. Начну атаку с заклинания землетрясения, закину его в центр, снесу забор, а дальше посмотрим. По сущей стандартности лучники по краям базы пускай воюют, маг и один справится с казармой. Два гулема начинают танковать все говно от базы соперника, за ними выпускаю магов и видим на расчистку пути для короля варваров, королевы лучниц и моих любимых валькирий, которые просто сносят все что стоит. Начало атаки просто шикарное, я надеюсь никто не сомневается в моем профессионализме, шарики и клан Костла с Носим Ядом и Магом Валькирии залетели по расписанию куда нужно и несут смерть базе этого рака. Даю джамп войску, чтобы они пролетели над забором, так же как и школьные каникулы школоты. Слева работают сморфики, а точнее вышибалы, интересно хули это они вышибали, ладно похай живут. Концовочка супер атаки повторюсь на рака, обожаю валькири и их их горячие. А моряк что-то увлекся сморфики добивают непонятные конструкции, королева лучниц не долбит забор, что очень странно, и мы идем уверенно к трем звездам подаренным этим овощам. Домой лох и щекотка если что цитаты из доты, довольно легкий бой на три звезды для клана, надеюсь дальше все будет так же гладко как попа младенца. Вот уже я нашел очередного мамки новопрофессионала, если что я не о себе, в голове зародился план как его уничтожить, для начала кину землетрясения на передний забор кину галемов магов, ведьм короля и королеву лучниц кину бомберов, чтобы взорвать стены и запущу супер войск под названием валькирии. Ебаный король варваров бьет моего голема за это я его жестоко накажу плеткой ахулу, видео найдете на порно хабе. Блять опять эти сморфики вышибали хули тут забыли ну и ладно пускай работают санкции еще высоко как говорил мой дед. Атака разгоняется неплохо, валькирии живут годным танцуют очередное дерьмо, а герои как обычно чилят на карте. Ибаная королева лучниц как всегда съебалась в другой конец базы и ее там насилует пушка, кстати полное видео так дед найдете на парно хабе. Вот кого я действительно уважаю так тому ж валькирии, которые походу получают пизды ежедневно. Блять как то моя атака идет к очевидному провалу, надеюсь все будет хорошо как всегда эти существа вылезли за забор и пиздят тупые сборщики ресурсов, а пушки и мортира хуэрит по ним что есть духа. Эта жесть и осталось много дела, а из моих рабов белых осталось две валькирии и желтый огромный дед 15 уровня походу это провал. Все, те кто верит в то что я затащу эту катку пишите в комменты свои впечатления, а потом если проебу вас будут хуй сосить в комментариях. Мой отчим сказал если я не возьму три звезды то он отделит мой зад. Давай животное еще осталось две здания, что же леща херня торчащая из земли, эх ребята походу моя жопа сегодня пострадает. Блять какие нахуй 99% вы угораете боже несчастные войска, как можно было проиграть этот бой, я уверен виноваты смурфики. Вот такая у меня мегап прокачка профессионала если что это секретная информация не пали ее а то меня забанят за читы. Вот моя супер мега ультра расстановка которая не держит гибучих драконов которыми сейчас атакует каждый человек у которого три отчима если что я ее спиздил но потом переделал полностью забор расположение защиты и самое главное домики строителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok